Несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил об очередной трагедии в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня, несколько часов назад, в самом расцвете сил, ушла из жизни одна из ярких представительниц российского музыкального Олимпа, эстрадная певица и исполнительница романсов, заслуженная артистка России. Трагедия произошла в столице России, в одной из психиатрических клиник города. Сын певицы буквально со слезами на глазах стоял у тела матери. Подъехавшие представители шоу-бизнеса попытались его успокоить и почтили память российской певицы. Всего лишь полгода назад российская прима была бодра, здорова и полна сил. Однако после туристической поездки в Египет все изменилось. Ранее веселая женщина стала депрессивной, мрачной, ударилась в религию и даже вступила в секту. Все ценные вещи и деньги, заработанные на концертах, она стала отдавать чужим незнакомым людям. Женщина всегда обожала домашнюю обстановку, теперь же она целыми днями пропадала неизвестно где. Родные певицы попытались спасти ее и обратились к психологу. По некоторым данным, женщина, находясь в Египте, прошла таинственный мистический обряд. С каждым днем состояние больной ухудшалось, она совершала непредсказуемые поступки, и родные решили отдать ее в психиатрическую клинику. Три дня назад, в связи с резким ухудшением здоровья, женщину ввели в медикаментозную кому. Буквально несколько минут назад стало известно, что артистка ушла из жизни. Уважаемые зрители, давайте почтим память замечательной российской певицы, автора песен и композитора, 55-летней Ирины Елизаровой. Ирина Елизарова была заслуженной артисткой России и народной артисткой Республики Якутия. За всю свою творческую карьеру она исполнила более 100 эстрадных и авторских песен. Сотрудничала с такими музыкальными коллективами, как Лицей и Прощай, Лето.